Добрый день! Начинается наша программа. Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас директор МУП Водоканал Дмитрий Ухин. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Собрались мы, в общем-то, по прекрасному поводу здесь, потому что не так давно МУП Водоканал отметил три года с момента начала работы. Компания стала единым поставщиком услуг по водоснабжению и по водоотведению на территории Кирова. Дмитрий Игоревич, а вообще три года для такой компании это много или мало? Три года, три года это только начало, начало жизни. То есть начало жизни это первые три года, которые, грубо говоря, мы устаканили деятельность, то есть поняли проблемы предприятия, и сейчас дальше, конечно, надо развивать, развить, развить, развить. Ну, это, казалось бы, для ребенка, для живого существа это мало, да? Вот он научился ходить и говорить, но ведь компания это сделала очень много, и я думаю, что большой очень шаг в развитии. Расскажите подробнее, как это проходило, какие были этапы, с чего вы начали, что сейчас? Да, этапы были. Каждый год это новый этап, да, то есть мы пережили и ковид, и сейчас и санкции, да. Первый год был самый тяжелый, 19-й год, потому что старый МУП, конечно, не обладал ни персоналом, ни базы не нужной, ни помещений, ни техники, ничего не было, да. То есть все делалось в экстренном режиме, то есть буквально за 3-4 месяца мы сформировали команду, помню, 700 человек приняли на работу, купили технику в лизинг, я помню, максимально быстро, за 2 месяца отремонтировали здание, да, и с августа, получается, 1 августа начали эксплуатировать сети в городе Киров. Сети все, то есть у нас, получается, сейчас водоканал занимается не только центральной части, но и еще микрорайон Ленгасово, Нововятск, Радужины, Коминтерн, то есть все, все, все районы города обслуживают МУП водоканал на сегодняшний день, да. Благодаря объединению мы смогли выровнять тарифы, сейчас тарифы единые на территории города Кирова. В том году тарифы были как раз-таки для пригородной части снижены, там до 18% было снижение. Жители стали меньше платить, вот, то есть первый год это было становление, второй год мы посвятили, наверное, больше обследованию предприятия, по пониманию проблем, встречались с жителями, сами обследовали, да, то есть и в первую очередь, конечно, мы слушали жителей города Кирова, что они хотят. Вот, вначале мы не до конца понимали, что люди хотят, да, но поговорили, услышали всех, да, и сейчас все наши мероприятия, которые по развитию, конечно, в первую очередь основаны на желании жителей города Кирова, потому что мы в первую очередь работаем для жителей, да, Наша задача, чтобы вода была качественной 24 часа в сутки в квартирах жителей города Кирова. Все, у нас все просто. Читала ваше прошлое интервью, и вот вы говорили, что МУП «Водоканал» 3 года назад, и МУП «Водоканал» сейчас, это, в принципе, можно сказать, две разные компании. А вот в чем это значительное различие? Ну, 3 года назад это было 4 копии других предприятий, на самом деле. Сейчас это единое предприятие с единой системой управления. Да, мы пересмотрели практически все процессы управления, оптимизировали. Плюс численность у нас существенно изменилась. Если в 2019 году у нас было больше 1200 человек, сейчас численность порядка 860 человек, то есть меньше. Была оптимизация, но за счет оптимизации как раз-таки мы направляем эти высвобождаемые средства на повышение зарплаты труда. То есть если в 2019 году МУПа там средняя зарплата была порядка на 21 тысяча рублей, то сейчас уже на предприятии средняя зарплата 37 тысяч рублей. Это мало, конечно, мы понимаем, что нужно больше, но мы и обратную сторону понимаем тарифов. То есть мы ищем резервы именно внутри предприятия, снижение сдержек и направление денег на повышение оплаты труда. А вот благодаря чему такое стремительное развитие происходило? Первое, две вещи, то есть на самом деле две вещи. Первое, это все-таки грамотная работа с оборудованием, то есть это первое, да, с насосным оборудованием, с теми же трубами совсем. Второе, это как раз-таки стандартизация процессов, унификация. То есть каждый процесс, он понятен, они повторяются предприятия за дня в день, поэтому их, если описать, понять, сделать четкие регламенты, люди понимают, как делать, это становится быстрее производства, качественнее, за счет этого и повышается эффективность труда предприятия. Это дает свой эффект. И, конечно, потому что в главе любого процесса у нас стоит в конце, это потребитель, да, то есть мы смотрим, как сделать так, чтобы потребителю было комфортно от нашей деятельности. Ну вот это, наверное, несколько раз уже это прозвучало, это какой-то, наверное, основной принцип, да, который двигает это развитие. Да, ну потому что даже если в английском языке, то есть это у нас жилищно-коммунальное хозяйство, а если на английском это сервисная организация называется, то есть это организация, которая предоставляет сервис, да, сервис гражданам, да. И поэтому, соответственно, оценка деятельности предприятия происходит не потому, что там сколько там сэкономили энергии, а как гражданам удобно, то есть это, я опять же говорил, и качественная вода, и бесперебойное вознабжение, и удобные сервисы по оплате, там, по взаимодействию, то есть это все вместе получается сервис, да, то есть наша задача сделать так, чтобы им было удобно. Ну вот вы говорите, что это не главный показатель, сколько там компания на электроэнергии сэкономила Но вот уже заговорили вы об оптимизации, в том числе об экономии электроэнергии Я почитала, что на 12% удалось это сделать, но ведь это и для жителей города что-то даёт Вот можете рассказать? Да, мы снизили существенную электроэнергию, это не только в объёме физическом То есть мы меньше по 2022 году потребим на 4 миллиона киловатт в час, это очень большая сумма Это как раз таки мы проводили техническое обследование, мы подобрали правильное насосное оборудование практически на все станции Это только начало, мы продолжаем в этом году мероприятие, ещё более существенное, которое дадут эффект в следующем году Я думаю, что ещё процентов 10 мы скинем Второе, мы по электроэнергии по той же вышли на оптовый рынок электроэнергии Мы покупаем электроэнергию не в рознице, как все, а именно на оптовом рынке Это экономия в цене порядка 5-10%, то есть дешевле мы покупаем суммарно То есть если в рублях, если мы говорим 12% в киловаттах, если в рублях, мы порядка 50 миллионов рублей по год экономим за счёт электроэнергии Вот, это и более правильный гидравлик и подбор, да То есть много моментов, которые даёт и какие-то технические решения То есть условно раньше канализационная бригада в городе была только дневная, то есть дневное время работала Мы перевели на круглосуточную работу бригады, да Плюс летний период, условно, с мая месяца по сентябрь У нас все бригады канализационного отдела занимаются плановой прочисткой сетей в городе То есть это бригады, там 3-4 бригады мы делаем, они круглыми сутками моют сети За счёт этого у нас удалось сократить аварийность на системе канализации порядка 20-25% Это вот это просто плановая промывка даёт Плюс мы два года, наверное, занимаемся ремонтом колодцев именно в труднодоступных местах В полях, там, где был большой доприток Если ранее, там, погоду на очистные сооружения канализации приходило 50 миллионов кубов То в этом году мы прогнозируем у нас порядка 37 миллионов кубов То есть на 10 миллионов кубов меньше Это и экономия электроэнергии, экономия и реагентов То есть какие-то такие мероприятия вроде простые, но они дают гигантский эффект Но они дают не в моменте, а на протяжении 2-3 лет появляется эффект Вот так же мы на главной станции насосной, мы сейчас заказали два насоса Их готовят, правда, год, да, то есть мы ждём Но мы прогнозируем, что мы там сейчас экономим порядка 30% этой энергии за счёт этого То есть какие-то вот именно подбор правильного насосного оборудования С правильным управлением даёт эффекты большущие Вот я хотела ещё об основных каких-то цифрах поговорить И вот сейчас очень мы к этому здорово подошли Потому что я считаю, что если начинали вы с убытка в 2019 году в 60 миллион рублей То теперь уже в 2022 году можете выйти в прибыль в 100 миллионов Да, да Но вот что интересно, ведь вы рассказываете об очень больших тратах на перевооружение На закупку нового оборудования, при этом удаётся и получать прибыль У нас получается, мы окупаем всё оборудование за счёт экономии на этой энергии То есть мы считаем, что мы понимаем, что поставим насос, он стоит условно миллион Мы сэкономим миллион, поэтому мы понимаем, что в течение года мы отбиваем насос То есть это чистая экономика, не просто так ничего не делается, всё с расчётами То есть всё оборудование заменено, которое, оно окупилось уже То есть у нас окупаемость по многим проектам на 3-4 месяца на самом деле А по убытку, понятно, 2019 год это год формирования То есть это были большие траты на организацию деятельности предприятия А 2022 год это как раз-таки уже там трёхлетний пик развития Мы уже максимально там, где могли, сэкономили Плюс понятно, что прибыль у муниципального предприятия, она часть перечисляется в бюджет города Кирова Часть направляется на мероприятия по развитию, да То есть это тоже источник ещё дальнейшего развития предприятия Ещё одна важная цифра, за которую я сцепилась, это уменьшение количества аварий На 22, по-моему, да, процентов? По канализации, да Плюс ещё есть оно по воде Да, по воде тоже, да, снижение, да По воде сложнее, по воде всё-таки в первую очередь это важна перекладка сетей То есть и системные мероприятия дорогие, да Канализации достаточно как бы организоваться и просто качественно иметь По воде мы стараемся, то есть сейчас, ну там дальше расскажу Мы делаем это с программой, мы понимаем узкие места И с этого года мы перешли на систему, скажем так, ремонтов летних По факту работы прошлых годов У нас все аварийные ситуации, все виды дефектов заносятся в электронную программу Это схема ЗУЛУ электронная Мы видим, в конце года берём средства Мы понимаем участки, где у нас наибольшая аварийность И перекладываем именно там То есть работаем по мере необходимости Там, где есть аварийность, мы меняем трубы Там, где аварийность нет, даже трубы, может быть, старше Но аварийность нет, зачем их трогать, пусть они лежат А там, где мы видим аварийность, мы начинаем там И вот мы с этого года уже работаем по такому принципу А вообще, вот за эти три года число жалоб людей Оно стало больше или меньше? Я вам скажу так, что парадоксально отвечу, что стало больше Но, но, стало больше, потому что мы сделали много сервисов, где можно пожаловаться И для нас это важно, мы хотим слышать обратную связь И мы призываем как раз-таки жителей, что если видят какую-то проблему Не стесняются, звонят в диспетчерскую, на сайте, как угодно Передают информацию, там, через страничку ВКонтакте, где угодно Мы на все обращения реагируем, каждое обращение у нас присылается номер Мы его рассматриваем, то есть и максимально постараемся все это выполнить Поэтому жалоб больше, и мы рады, что их больше Поэтому мы знаем больше проблем, и больше проблем лишим горожан А основные жалобы, они на что? Ну, тут есть разные жалобы, есть жалобы Ну, какая-то ситуация аварийная, утечка, да, то есть не то жалобы Это нам сообщение, да, чтобы мы среагировали Потом, что, ну, нет воды, например, да, мы не знаем причин Потому что причин может быть много, то есть не только водоканал Это еще между нами, еще много в организации, это управляющие компании Внутридумовые сети, очень много жалоб нас на отсутствие горячей воды, например, да То есть мы как бы объясняем людям, что немножко не мы занимаемся этим вопросом То есть, ну, мы в любом случае все обращения принимаем, мы их рассматриваем И каждому человеку отвечаем, да, то есть это либо в письменной форме, либо в устной форме, неважно Ну, плюс, да, сейчас, говорю, на сайте у нас появился сервис удобный Где очень удобно передавать все сообщения, пожелания, предложения Мы все рассматриваем, ко всему готовы Если есть предложение, как улучшить, мы готовы рассмотреть Мы всегда рады и встретиться, и поговорить Да, я надеюсь, что у нас останется время, как раз об этих нововведениях мы поговорим Ну, вообще, понятно, да, что главное для людей это что? Это то, что у тебя в кране есть вода, да, то, что она не очень дорого стоит Приемливо стоит, и то, что она качественная Вот по поводу качества немножко хочу спросить Вы уже сказали о промывке труб, да, которая проводится каждый год А вообще, как это происходит? Ведь, ну, вот мы все понимаем, чистая вода Ой, вода из вятки забирается на очистных Она там обеззараживается, и такая вся чистая и прекрасная поступает в трубы, да? А вот дальше, там сильно ее качество меняется И как у вас это все организовано? Ну, на самом деле, скажу так, что вот в этом году у нас Не по результатам соцмониторинга, да, Роспотребнадзора Нет ни одного несоответствия качества воды, да, в городе Кирове Промывка, это под большим давлением вода прогоняется через трубы Как собирается всю грязь со стенок, да, то есть, соответственно, это дает нам Это убирает мутность, самое главное, да, то есть И системно это делать, промывка резервуаров и трубпроводов основных То есть каждый день это делать, это, конечно, улучшает Но при этом ведь эта грязная вода не попадает в кран Кировчан Вот как это устроено Да, само собой, это все на рельеф сбрасывается, либо в лимоневую канализацию Это не сложно, на самом деле, просто это системно надо работать Мы, то есть, перед каждым летом, то есть, начиная, опять же, с мая месяца У нас есть график промывки, каждой трубы, каждой резервуар И по плану мы еще 4 месяца этим занимаемся И у жителей воду не отключают? Нет, конечно, нет, конечно, это без отключения мы делаем То есть это переключение мы делаем важно Это тоже важно, то есть как раз-таки на что направлена наша производственная программа летняя Это восстановление закольцовок, да, то есть задача Мы можем ремонтировать долго, но если у жителей есть вода Жителям, наверное, не так важно, сколько мы ремонтируем, правильно? А без воды это не совсем комфортно, мягко скажем И с этого года мы краски пригорода занимаемся промывкой То есть там долгое время вообще не занимались промывкой никто Мы в том году разбирались с системой, то есть как промыть еще То есть не так все просто, схемы многие потеряны Мы вручную лазили, распостанавливали все схемы Смотрели, откуда вода идет Сейчас мы понимаем, как промывать И уже с этого года мы начали это делать И я думаю, что по пригороду мы со следующего года системой тоже начнем заниматься Как в городе, то есть график с мая по октябрь моем всю систему Много мы с вами уже поговорили о цифрах Вы рассказали о том, что вкладывали, что покупали за эти три года А какие ближайшие планы у предприятия по инвест-программе? Какие вложения и приобретения? Да, мы инвест-программ уже три года, наверное, занимаемся разработкой То есть сначала мы делали полную техническую обследование системы Это год заняло На основании технического обследования мы разрабатывали мероприятие То есть мы смотрели В этом году нам администрация города Кирова утвердила техническое задание На разработку инвест-программы В мае месяце мы сейчас программу разработали Сейчас с администрацией она согласована Сейчас идет согласование с региональной службой по тарифам Потому что, конечно, это тариф на решение важные для инвест-программы Плюс параллельно с Министерством ЖК Кировской области мы прорабатываем Сейчас очень много федеральных программ Конечно, мы хотим участвовать в этих программах Потому что инфраструктура, инвестиции в инфраструктуру Это очень дорого, вопросов нет То есть это безумные деньги То есть это миллиарды рублей Сама программа для понимания на 7 миллиардов рублей за 10 лет Это большие деньги Поэтому мы хотим, конечно, подкрепиться федеральной поддержкой Чтобы участвовать в программах И чем больше мы в программах будем участвовать В этом случае жители вообще не заметят Никаких изменений в плане тарифной составляющей Но при этом увидят улучшение качества и обновление инфраструктуры И мы хотим пользоваться Потому что все-таки водоснабжение, сфера денег Мне кажется, это все-таки социальная сфера Это продолжение муниципальной функции То есть обеспечение водой людей И тут, в принципе, какого-то дикого капитализма, наверное, не надо Тут все-таки надо баланс выдерживать Инфраструктура должна быть современная, новая Но при этом надо всегда понимать, что люди должны платить деньги То есть, которые они могут платить Так же, как с общественным транспортом Ну, да, тут нужен всегда баланс Потому что надо понимать, потому что Это услуга монопольная Человек не может от нее отказаться Но, с другой стороны, я всегда говорил, что Там у нас есть компания в раздельной воде То есть 4 рубля литра стоит Это 4 тысячи рублей кубический метр А у нас кубический метр стоит 26 рублей Вот вам разница По поводу участия в федеральных программах А вообще, насколько реально в них попадать? Попадать реально? Сейчас, как раз таки, мы ждем Новая программа анонсирована Как раз таки был Госсовет по ЖКХ При участии под представительством Президента Российской Федерации Красный вопрос там обсуждался Что все прекрасно понимают, что инфраструктура изношена критично И средства нужны немалые И предлагает программу сделать По аналогии, наверное, с программой Безопасной и качественной дороги Когда сейчас федерация выделяет большие деньги На обновление дорог И мы видим все в городе И межгородские трассы И видно, что состояние намного улучшилось И аналогично программу предлагает Именно для инфраструктуры Это вода, канализация, тепло, энергетика Сейчас параметры, в принципе, определены Мы сейчас формируем областную программу Куда наши мероприятия с нашими программами попадают Я думаю, что до конца года будет понятно То есть какие условия То есть там софинансирование 60% Это хорошие деньги на самом деле Вот Есть деньги из фонда национального благосостояния Мы заявку дали, мы ждем Там ограниченное количество средств на самом деле То есть там не бездонный Там было всего 150 миллиардов на всю Россию Мы ждем Заявка у нас сформирована, мы ее отправили Вот То есть такие потом плюс есть программа чистая вода Ну в нее сложнее попасть Там Когда Задачно сложные условия входа Но мы тоже занимаемся на самом деле У нас есть какие-то мероприятия по этой программе Вот мы занимаемся проектированием Поэтому программ много на самом деле Их надо себе смотреть Есть программа поддержки застройщиков То есть там сети для подключения и компенсирования федерации То есть программ много, да То есть надо участвовать И участвовать, и участвовать Потому что я считаю, что многие субъекты, часто в Москве, я имею в виду, Татарстан, Московская область, у них гигантские деньги выделяются, они обновляют систему, поэтому Кировская область, мне кажется, город Киров должен участвовать, не только мы и все, и администрация, и другие наши коллеги, все должны пытаться брать максимальные деньги в федерации, это же польза жителям, плюс федеральные деньги, в чем плюс, они не ложатся нагрузкой на тариф, то есть это деньги, ну, бесплатные для нас для всех, а инфраструктура улучшается, да, людям становится комфортнее, это важно. Ну, вот это как раз большая работа, но та, которая жителям, в принципе, не видна, а людям важно то, что вот перед ними, перед глазами, и вот начали мы уже говорить, у нас времени осталось немножко, на этом, наверное, завершим, начали говорить об удобстве именно для потребителей, о новом сайте, о новых различных информационных сервисах, я посмотрела, что есть возможность через чат-бот показать, передать показания счетчиков, анонсировали вы работу нового сайта, и, в принципе, все видят его, когда заходят, расскажете подробнее? Да, мы к этому говорили, что уже до этого говорили, что самое главное, это удобство людей, да, то есть, и человек должен онлайн получать все услуги, то есть, мы сделали новый сайт, сейчас он еще в тестовом режиме, август месяц, мы собирали обратную связь, то есть, мы смотрели, что людям нравится, что не нравится, на ходу меняли какие-то моменты, видим, что люди не могут разобраться, зайти в нужный раздел, нас спрашивают, мы понимаем, наверное, раздел не там находится, его переносим в другое место, вот, то есть, в принципе, по сайту сейчас практически все замечания сняты, то есть, мы уже отработали все проблемы, новый личный кабинет разработали, там можно оплатить услуги, оплатить заводу за канализацию без комиссии, соответственно, онлайн, получить платежные документы, передать показания прибора учета, направить обращение, запросить какие-то документы, в будущем мы сейчас новый раздел сделаем, это поверка приборов учета, заказ поверки, то есть, мы со временем будем это все развивать, поэтому не все сразу, потихонечку, плюс, да, у нас в Телеграме есть чат-бот, где можно передавать показания приборов учета, тоже у нас этот чат-бот связан с личным кабинетом, там, то есть, там можно также получить платежку, передать показания, ссылкой можно также оплатить услуги, вот, и это важно, и сам сайт, вот, он сейчас наполняется, то есть, мы хотим так, чтобы человек зашел на сайт, он все понял сразу, то есть, он почитал, посмотрел на все вопросы, мы ему ответили, все понял, все, потому что, как бы, если человеку удобно платить, он будет платить, я это всегда говорю, вот, спорим мы с коллегами, то есть, типа, собираемость высока, когда хорошее, хорошее взыскание, я считаю, что взыскание тоже есть потолок, собираемость хороша, когда удобный сервис, и людям удобно платить. Однозначно, чтобы нажать одну кнопочку, и... Да, это да, поэтому многие не платят, потому что неудобно, не могут получить платежку, не знают, как оплатить, то есть, поэтому, ну, это проблемы создает, а если человек, там, одну кнопку нажал, оплатил, это, конечно, я поэтому всегда говорю, что удобные сервисы намного лучше с точки точки зрения собираемости, чем какие-то там карательные меры. Время наше заканчивается, к сожалению, Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое за разговор, впереди еще много дел, много времени, думаю, что не раз мы с вами встретимся и поговорим о стремительном, продолжающемся развитии. Спасибо большое. Полезный город